Всем привет, друзья! С вами Ниль Фгорн, это игра ТРТ-ш, версия 0.7.6. Сегодня я вам расскажу, что было на стриме, на последнем, ну и немножечко построим. Обязательно поддержите меня лайком, потому что каждый ваш лайк меня стимулирует к новым видосикам, к новым совершениям, к новым идеям, чтобы вас радовать каким-то новым контентом. Ну и давайте начнём. Что же было за кадром? За кадром было много. Во-первых, я сломал своё сохранение, потерял несколько устройств, пришлось это всё восстановить, потом я начал строить плавающий корабль, ну или что-то типа такого. Вот такая вот конструкция в данный момент существует. Рабочая она, ну, в теории, да, она летает, она парит, так скажем, да, она даже дерётся, но противостоять она пока что врагам не очень можно, потому что... Первое. Когда по ней был... по ней наносили удар, то ломались ховеры. Просто ломались ховеры, и меня заваливало на какой-то бок, тем самым как бы кренило, я начинал тонуть и, собственно говоря, ломался. Это была проблема, но в конце, так скажем, была предложена идея поставить, вот, закрыть ховеры щитами. Что, собственно говоря, я сейчас и делаю. Я, наверное, так и сделаю, закрою полностью щитами все ховеры, тем самым я защищу себя от... падений каких-то, плюс, плюс, как бы мы защитим себя ещё и от разбития ховеров, если они как-то, ну, меня какой-то крен начнёт кренить в какую-то сторону. Это раз. Что ещё здесь нужно добавить? Наверное, всё-таки заполнить побольше всё плитами, потому что вот этого, наверное, сейчас не хватит. Мне кажется, что будет сейчас хрен. Но мы сейчас проверим. Давайте сначала закроем полностью... Так, стоп, неправильно выражаюсь. Не полностью, конечно же, а сделаем рамку вот из этих щитов, чтобы как бы... То есть такая, ну, как сказать, как будто воздушная подушка или что-то типа такого, чтобы я мог на неё, если что, так скажем, приземляться, да? То есть если экстренная какая-то ситуация, чтобы я приземлялся на эту воздушную подушку, а не приземлялся на брюхо, так скажем, моего транспорта, потому что оно прям, ну, знаете, ну, ну, очень-очень-очень-очень нежное. Спасибо. Очень прям нежное, потому что, ну, ну, серьёзно, оно прям сразу начинает ломаться. Но вот сейчас вот уже, в принципе, хватит. То есть вот эти лапки, они мне уже дадут нормальное соединение. Так, давайте ещё поставим по максимальному количеству ховеров. Так, вот сюда, вот, вот, вот здесь вот можно вот так вот поставить. Где ещё? Вот здесь вот обязательно давайте. Вот так вот. И, наверное, вот здесь вот, да? Ну, давайте вот так вот. Окей. Если что, можно ещё вот сюда вот вынести пару блоков и поставить ещё ховер. Без проблем. Да, собственно говоря, и назад можно так же сделать. Это тоже не будет в этом проблем никаких. И вообще двигатели можно... Ну, в общем... В общем, это точно не будет проблем. Так, здесь у нас ещё стоят... Вот надо восстановить обязательно вот сюда вот. Вот так вот. Вот так. Отличненько. И знаете, что я бы ещё сделал? Я бы добавил на самом деле. Я бы добавил по бокам пушки. Давайте попробуем это сделать. Ну, по крайней мере, просто попробуем. Нам же не обязательно, если у нас не получится, ничего страшного не будет. Так. Давайте вот такую платформочку сделаем сначала. Для начала, точнее, вот так вот. Нет, вот сюда вот. Отлично. 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 Так. Хотя я бы, наверное, повыше сделал, да? Ну, ладно. Так. И вот сюда то же самое, но с другой стороны. Вот так. Вот так. Вот так. А, чёрт. Вот так вот. Отличненько. И теперь что нам остаётся? Поня... Кстати, я не рассказал об устройстве, да? Я рассказывал только про нижнюю часть. Давайте расскажу немножечко. Вот эти поворотные роторные двигатели, они нам, собственно говоря, для поворот. То есть, чтобы задницу вертело влево или вправо. Тяговые двигатели, то есть, чтобы нас толкало вперёд. Реактивные двигатели, чтобы, ну, какое-то управление более-менее было. Так, я немножко подумал. Давайте вот сюда ещё поставим, знаете? Вот сюда вот вместо... Я сейчас уберу вот эти здоровые двигатели. Вот эти здоровые, которые жрут много топлива. И вот сюда вот так ещё добавлю. Вот так вот. Вот так вот. Отличненько. Хорошо. Так. Ну и, в принципе, понятно. Здесь стоят антикрыло. То есть, оно поднимает нас... Оно перед будет поднимать вверх. То есть, по такому принципу, когда при разгоне. То есть, передок будет пытаться всегда приподняться. Это неплохо. Но вот я сейчас пытаюсь пушки здесь установить. Но всё-таки я смотрю, что места мне тупо не хватает под пушки. Так, давайте ещё, наверное, всё-таки по-другому тогда сделаем. Мы сделаем... Это, конечно, красивые блоки, но... Давайте я сделаю это за кадром, а то сейчас опять много времени потрачу. Как-то вот так вот. Но я боюсь, что это такая сейчас нагрузка будет. О боже. Я прям предвижу, что сейчас у меня начнёт заваливаться устройство. Ломаться. Ещё что-нибудь начнёт присоединить. Вот 100% именно так и будет. Ну ладно, у нас есть ещё возможность, куда установить ховер-плиты. Но, блин, я прям предвижу, что, ребятки, сейчас... Начнётся заваливание. Так, давайте его... Уберём подставочку. Вот эта нога, понятно, только она для того, чтобы держать... Держать наше устройство. И смотрим. Ооооо... Вот смотрите, заваливание пошло. Вот об этом я и говорил. Что... Стоп. Ховер-плиты... Они даже поднять не могут. Так, ещё разочек. Давайте вот так вот. Оп. Бам! Ну, может, но прям очень тяжко-тяжко у него это всё происходит. Так. Давайте подумаем. Мне нужно спереди... Ну, передок. Видно, что передок слабенький. Нужно как-то нагрузить передок. Так, давайте... Давайте это сделаем вот здесь вот. Давайте я это сделаю закатом, чтобы вас не мучить. Так, ну что ж, я почти выровнял наше устройство. Что я сделал? Я добавил вот здесь вот по бокам ещё вот здесь вот наперёд, да? То есть максимально увеличил количество ховер-плит. И назад вот здесь вот две поставил. Смотрите, что сейчас происходит. Видите? Чуть-чуть вбок завалится. Такое чувство, что... Хотя нет, нет-нет-нет, стоп. Он держится. Давайте ещё поставим две вот так вот плиты. Посмотрим сейчас, что будет. Вот он. Вот, видите? Более стабильнее стал. Ну что ж, давайте попытаемся запустить двигатели. Попытаемся поработать. Но вот сразу он... Так, стоп-стоп-стоп-стоп. Секундочку. Управление. Управление. Мышку переключаем. Всё, двигатели заработали. Всё, нормально работает. Так, ну давайте повоюем. Попытаемся, по крайней мере. Конечно же, у меня стоят вентуровские ракетницы, которые направляются. Но вот, ребятки, вот сейчас я могу сказать, что я им нормально управля... Ох ты, посмотрите, там что-то такое мощное какое-то... Что это такое? Это... А это какой-то типа самолёта что-то, который сейчас просто... Ой... Очень легко взорвалось, как... Вы видели? Я даже... Я даже боком выстрелил из пушек. Ну-ка, ну-ка. Так, отлично. Мне нужен враг. Смотрите, он нормально держится. Это прям какой-то... Реально пустынный корабль получается. Двигатели. Видите, топливо на двигателях практически кончилось. Это, конечно... Не очень хорошо. Ох! Бам! Удар. Нормально, нормально, нормально. Выдержали, выдержали. Так, у меня есть... Всё, вот крен пошёл. Видите? Выравниваемся, выравниваемся. Пау! Есть, выровнялись. Непонятно, нужны ли стабилизаторы в данный момент или не нужны. Помогают они или не помогают. Вот здесь, конечно... Он сейчас сам приедет, по-моему, ко мне. Ну ладно. Всё, пошли ракеты. Всё. Уж извини, ты сам ко мне приехал. Так. Что здесь я бы сделал? Что я бы сделал, чтобы я добавил? Я бы, наверное... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас пойдёт крен, смотрите. Нет, всё нормально. Так, я бы убрал вот эти вот большие топливные баки и поставил вентуровские баки. Как вы думаете, вентуровские баки быстрее будут наполняться? Наверное, так правильнее будет. Потому что, смотрите, ну просто я сжигаю... Я очень быстро сжигаю топливо и, собственно говоря, не могу восстановиться, да? Смотрите, всё. Я уже без топлива. А чтобы сдвинуть вот эту громадину, топлива нужно просто огромное количество. Наверное, давайте я так и поступлю. Так, всё, ребятки. Я вроде бы... Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Смещайся, смещайся, смещайся. Всё, крен пошёл. Бам, удар есть! Вот именно в такие моменты до этого я ломал просто себе переднюю часть и всё. Смотрите, я поставил... Всё, нормально. Поставил везде баки вентура. Теперь... Теперь электричество... Ну, топлива, топлива у меня должно хватать. Но ещё я бы хотел протестить, посмотреть, как он у меня будет двигаться на... какой-то вот такой неровной поверхности попробуем давайте попробуем им поуправлять на неровной поверхности вот на это попрот action прям вот так вот давай он может тяге просто нужно больше посмотрите ну в принципе можно просто нужно тяги больше перевернуться он не я бы не сказал что он переворачивается на управлении конечно тяжкой топлива вообще прям не хватает топлива вообще Для тяги не хватает Прям огромное количество топлива нужно То есть проблемы с топливом и с тягой То есть у меня Просто не хватает тяги Так что еще можно придумать Можно по бокам поставить Живучий На он с щитами Такой маленький А такой противный Конечно можно поставить Можно поставить курсовые ракеты Понятно дело Можно поставить курсовые ракеты Это будет прям очень хорошо Конечно Да что ж ты не умираешь Смотрите какой Маленький но живучий У меня конечно орудийной мощности Очень мало здесь Понятно дело Больше для Так сказать Облегчения стоят Вот эти вот Давай давай на горочку Мне не хватит топлива Или хватит Ей Нормально Нормально Мне нравится что Он не переваливается То есть он не заваливается Он не Вперед Его не заваливает Конечно им довольно таки тяжело Управлять Но ребят Ну Давайте определенно Здесь нету устройств Чтобы управлять прям Идеально Так сказать Да то есть здесь нету Каких то приспособлений Чтобы управлять Идеально Нашим устройством И это конечно Огромнейший Огромнейший минус Что здесь нету Каких то Ну каких то Приборов Я даже не знаю Как это правильно назвать Хотя Вполне Вполне возможно Мне кажется Сделать в этой игре Потому что Возможности здесь есть Для установки Каких то дополнительных Клавиш Да Для управления Тем или иным Устройством Давайте еще Несколько баков Поустанавливаем Да Вот Как-нибудь Вот так вот Посмотрим Сейчас как Как Так Ну я чувствую Что как будто бы Крен какой то есть Но Вроде бы Держится нормально Да То есть Все Отлично 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 В принципе Нет Я вижу Что он нормально Передок Приподнимается Немножечко Но это понятно От скорости Скорость у нас Совершенно Небольшая То есть Скорости прям Я бы сказал Вообще не хватает Я бы даже еще Наверное добавил Хотя бы Вот таких Вот двигателей Я бы еще Добавил Тяги Вот так вот В принципе Можно на самом деле Ну побольше Прям тяги Установить Спокойно Еще допустим Добавив Вот сюда Вот у меня Специально здесь Вот видите Вот Оп Не так Вот так вот И вот так вот Хорошо Вот Вот это хорошо 85 миль Сейчас уже нормально Нормально И баки Смотрю Не так быстро Кончаются Как Можно было бы И что мне нравится, он перелетает Вот над скалами Интересный, конечно, вопрос Перелетит ли он над деревьями Давайте попробуем, хотя здесь у нас нету Какой-то, вон там, я вижу Ровные деревья, сейчас мы попробуем это сделать Пролететь над деревьями И, ребят, пишите свои комментарии Строить ли мне еще какие-нибудь корабли Потому что идеи есть Идеи есть, но Нужно пробовать, тестить, реализовывать, пытаться Да, или что-то еще делать В общем, нет Я прям вижу, что деревья, наверное, не перелетит Потому что, вот, я прям вижу Хотя я просто его Я его просто сломал Ну ладно, над деревьями нет Но над скалами хорошо Над скалами хорошо Бам! Черт, черт! Просто завалило меня немножечко Отвали... Так, стоп, я вижу, что У меня отвалилось чего-то, так, стоп А каким это образом произошло Простите Откуда? Откуда отвалилось? Я же вижу, вот, отвалилось Спереди? Хм... То есть... Ааа, я понял Я боком Боком ударился Так По поводу боковых ударов Мне, кстати, было предложение на стриме Установить ховеры Вот так вот То есть они меня будут В теории Отталкивать От скал Ну, в теории, конечно же Так как они... Вообще ховеры здесь Довольно-таки сильные То... Но здесь Вот от такого, конечно, ничего не оттолкнет Хотя, ну вот видно, что Я просто выпрямиться, смотрите, не могу Нет, видите Не может оттолкнуть Не может оттолкнуть Ой, забавно Но здесь вот, конечно, да, ребята, вот это провал Потому что я тупо не могу Ну, выровняться Я не могу выровнять Выровнять свой транспорт И поэтому у меня здесь происходит Проблема Протаранил Давай, давай, давай На ровную поверхность Все, нормально, по-моему, пошли Все, надо выходить отсюда Ну, конечно Все, все Вот теперь выровнялся Не знаю причины Скорее всего, то, что он там не выравнился Скорее всего, стабилизаторы тоже виноваты Потому что они пытаются В одной плоскости тебя выровнять И из-за этого Ну, он так застревает немножечко Мне кажется, тоже в этом есть небольшие причины Устройство прикольное Но есть очень много Но Управление, стабилизация Высота полета И вот эта вот Болтанка на неровных поверхностях Если бы это можно было как-то стабилизировать Стабильно, прям сделать Это было бы очень круто Ну, представляете, какие-то базы Прям вот Или еще что-нибудь такое Но еще раз повторюсь Если вы хотите видеть именно корабли Вот в таком вот стиле Я хочу еще сделать Попытаться прям Сделать именно корабль То есть сделать прям А, вот еще отвалилось Прям сделать какой-то корабль То есть Ну, как бы, чтобы он максимально был похож К кораблю Ну, имеется в виду Верхом, да, пушки так поставить Какие-нибудь корабельные, да Типа торпедные Запуски в виде ракет Что-то Может быть Из-под днища Которые бы вылетали Ну, что-то типа такого Если хотите что-то такое увидеть Обязательно ставьте лайки Набираем штук 400 И я начинаю этим заниматься А на этом я заканчиваю Всем всего удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok